вы представитель основной основной у нас нет основных вы все основные можете приехать полиции пусть они объясняют что все вообще один в один как у панамера ну блин я я не знаю что здесь вот только треугольный стоп-сигнал все что что да нет хорош ощущение что едешь просто в картонной коробке из-под телевизора здесь столько звуков я не верю своим глазам что реально 727 1 и 5 если вы неженка если вы сладкий мальчик и если вам не нравятся автомобили которые вытряхивают из вас да у нас больше на 20 до 150 всем привет ребята это бородатая езда и у нас снова корейский автомобиль в этот раз горячая новинка kia pro сид gt про которую вам уже рассказали все остальные блогеры но ни один из этих блогеров не делал сравнительного теста я мы я мы я мы я мы сделаем этот сравнительный тест мы узнаем насколько же этот автомобиль едет и едет ли он вообще потому что рулится он нормально всем приятного просмотра погнали так ну что выключаем candy и поехали проверять так режим спорт коробку спорт перевести у нас не получится у нас либо ручной либо никакой режим так что показывает восемь с половиной секунд пока у нас показывает ха восемь восемь сорок семь семь и четыре ноль 100 неплохо так поехали семь и два но что-то как-то я не верю честно говоря что семь и два торчик поехали опять семь и два показывает ты серьезно я не верю своим глазам чё реально семь и два семь один и пять и поехали газ в палац 7 метре да ты чё киа серьезно получается что даже быстрее чем заявленные на хорошем сцепление с хорошим асфальтом то что едет даже быстрее чем заявленное время офигеть а причина возникновения на самом деле идеи с гонками с 1.8 turbo octavia возникла именно потому что здесь под капотом находится мотор рядный четырехцилиндровый турбовый 1.6 на 199 целых и восемь десятых лошадей так указано у нас в стске то есть в принципе я эту машину хотел снимать вообще на лайв канал но потом подумала почему бы и не там вдруг опозориться или наоборот мы пока еще с вами не знаем по паспорту киа просит должна ехать до сотни семь с половиной секунд но пока немножко о внешности в принципе эта тачка является практически полным бюджетным клоном porsche panamera вот этот спорт турер который выглядит просто обалденно киа сбоку тоже выглядит хорошо и сзади с мордой немножко поскромнее конечно с мордой она больше похоже на обычный сид но у нас здесь есть черные такие элементы есть красные элементы очень интересная решетка с сотами все это вы видите на картинке темный хром опять-таки то есть впереди машина сразу показывает что она спортивный но самый крутой вид у нее на самом деле сбоку именно он привлекает максимальное количество внимания и вот здесь сбоку глядя на киа про си gt мы понимаем что у тачки то фактически конкурентов на рынке на нашем нет и все конечно в обзорах об этом говорят именно поэтому основной целью у нас будут сегодня заезды но все равно мы же не можем не коснуться внешности этой машины это и не универсал и не шутинг-брейк и не лифтбэк ну короче совершенно непонятно что это но однозначно что раньше еще был у нас ford focus st вагон а сейчас из горячих хэтчбэков из горячего вот этого класса ничего не осталось кроме киа просит то есть типа вы можете поехать куда-то семьей что-то сюда загрузить внешний вид очень очень и очень хороший ну конечно диски вот мне не нравится когда и темно-серая и серебристая и хром и красненькая и вот все все здесь намешано но я думаю что вы со мной согласитесь что сбоку эта тачка выглядит просто отлично просто потрясающе давайте сзади взглянем в этот клон просто панамеры вообще не знаю так можно вообще в принципе у них авторские права не отнимут но не дать не взять porsche панамера на минималках просто просто потрясающее совпадение просто ну все вообще один в один как у панамеры ну блин я я не знаю что здесь вот только треугольный стоп-сигнал все больше все остальное просто слизана один дадим увидел раз четыре с три он конечно не мог не посмотреть и вслед форма задних фонарей форма выхлопа задний диффузор даже надпись вот это просит находится там же и примерно таким же шрифтом написано единственное что серьезно отличает эту машину от porsche панамеры это наличие щербинки вот здесь вот вот в этом едином таком элементе а в остальном это просто porsche панамера на минималках с электроприводом багажника и вот здесь кстати кроется на самом деле большой вопрос потому что здесь багажник то маленький он реально маленький ну он как бы вот если с октаве сравнивать он просто маленький-маленький прям совсем но у него есть три отдельных отделения что позволит вам туда что-то убирать это действительно удобно есть электропривод чего нету октаве камеры заднего вида перенесемся в салон потому что про внешность мы пожалуй уже все и сказали мне кажется в ки есть какой-то специальный пакет звуков и так заводим два три четыре пять шесть 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 звуков разных отображающих то что мы завели автомобиль у нее кстати неплохой звук выхлопа он здесь такой слышно дим как ты думаешь достаточно тихий но когда мы поедем будет слышно как свистит турбина в принципе от обычного сида салон отличается наличием красной прострочке ковши из боковой поддержки удобные сиденья ничего не скажешь все черный потолок черный руль с приливами отливами и всеми прочими элементами спорта надпись джетти красная прострочка электроигулировки память подогревы и все как в обычной стандартный киа вот эти звуки опять таки дам 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 вот систему удержания полосы и прочих русских как ты любишь как ты любишь эти звуки издавать приятное ощущение на самом деле в салоне нормально машина ощущается как очень целостная все вроде подобрана в единой цветовой гамме но остается главный вопрос едет ли она потому что это друзья мои семиступенчатым роботом важно едет ли и про си аюхарить сколько мне место чем головой вместо практически не остается здесь потому что панорамная крыша а а что что да нет хорош я камеру только назад поставил 150 170 хер мы не догоняем чего я просто в шоке 1.8 turbo стоковая я все же выключил спорт режим как так видел вообще вровень просто шли я не верю мне мы сейчас выдающим меня подогрев сиденья был включен в этом дело подогрев съедает очень много вот это уже похоже вот вот нормально но тоже на сколько мы выехали на два корпуса да у нас больше на 20 да 150 начинаю отрываться 160 ну и не сказать что прям отрываюсь конечно блин ребята это что получается что практически вровень у нас сейчас было три заезда в одном мы были впереди и в двух заездах мы остались позади нет а в двух мы были впереди в одном заезде остались позади да кстати гонки проходят в условиях закрытого автополигона это частная земля да пожалуйста все да давай еще попробуем давай еще попробуем да вот она чем не рассказывает про то что она там горячая было или не горячая горячая не горячая он рядом прям едет у нас спортивный автомобиль спортивный спорт давай ходом с 60 60 или нет она в ручном режиме все равно переключается сама ну смотри она не так сильно прямо отстает вот ближе 150 я начинаю только обгонять и все же отвлекаясь от всех наших чудесных гонок давайте вкратце разберем что же такое киа просит когда вы едете на ней повседневном режиме это очень жесткий автомобиль этот автомобиль действительно обладает очень твердый мощный подвеской то есть если вы неженка если вы сладкий мальчик и если вам не нравятся автомобили которые вытряхивают из вас всю душу вы не должны покупать себе киа просит жить и потому что эта тачка реально очень жесткая ко всему прочему она достаточно неэкономно потребляет ваше топливо то есть да она может ездить на 95 но учтите что и этой машине потребуется порядка 11 литров если вы будете ездить в таком динамичном режиме в котором перемещаюсь я и и плюс ко всему она невероятно шумная такое ощущение что едешь просто в картонной коробке из-под телевизора здесь столько звуков и на большой скорости вы будете испытывать все всю эту гамму шумов и от лобового стекла и от колес и от всего что происходит вокруг вас шумоизоляция в киа очень плохая но у этой машины хорошая рулежка благодаря ее жесткой подвеске благодаря хорошим настройкам тачка реально неплохо управляется ездить на ней принципе интересно она хорошо следует за рулем она такая послушная все нормально но как мы выяснили по динамике она не сильно отличается от skoda octavia 1.8 turbo но знаете что skoda octavia 1.8 turbo на dsg производится уже сотни миллионов лет говорят еще доисторические монстры по плязу и видели как производят этот мотор с этой коробкой и поэтому при условии чип тюнинга эта тачка начинает ехать сразу гораздо бодрее уже на втором стейже она выдает порядка 240 лошадиных сил и будет вполне себе неплохой гонкой что будет происходить с мотором 1.6 turbo 200 сильным от киа мы не знаем сколько проходит эта комбинация с 7 ступенчатым роботом мы не знаем и подвергается ли это все тюнингу мы тоже не знаем у нас еще не было возможности проверить но я могу сказать точно что внешне эта машина привлекает много внимания и определенно найдет своих поклонников если среди молодых ребят есть желающие выложить за нее два мульта а тормоза тормоза здесь так себе я бы сказал я бы поменял потому что они работают только в нижней части педали и при такой неплохой динамике конечно хотелось бы тормозов помощнее то друзья спасибо что смотрели видос спасибо серёге рязанцеву за то что он подогнал на тестовую skoda прям новенькую машина примут сегодня на учет и поставили сразу держать делай что хочешь классно классно супер короче мы его что выяснили киа на 200 килограмм тяжелее чем skoda тонны 540 тонны 540 тонну 348 а где этот вес мы так и не поняли что здесь стоит килограмм наверно как просто красный цвет тяжелее весит чем серебристый чем просто чем хром да ну что спасибо что смотрели ссылка на канал серёге будет в описании как обычно подписывайтесь на него наши разоблачитель youtube в том числе вот ну что ребята вот с bentley я бы тоже заехал ну ладно не забудьте поставить лайкос подписывайтесь на канал и пока и пусть проголосуют за кого же ребята все да и пишите в описании что это было вообще как вы думаете я у себя голосовал кто же проведу просто интересно кто за что вот реально прям топит давайте пацаны здесь я пока ребят пока резонцев здесь был